Добрый вечер в Республике 18.00 и в прямом эфире информационный выпуск сегодня в студии Ольга Цхабребова. И вот основные темы к этому часу. Что происходит в красной зоне? Репортаж с места событий. Мука из Чечни продолжается распределение социальной помощи. Приближается трагическая дата. В августе 2008 года Южная Осетия полыхала. В Республику прибыла очередная группа граждан из Северной Осетии. Они в обязательном порядке должны пройти двухнедельный карантин. Если одни понимают, что ограничительные меры направлены на безопасность населения, родных, то нередки случаи, когда отдельные граждане настроены очень негативно. Нашей съемочной группе удалось попасть в красную зону, послушать людей на карантине и своими глазами увидеть условия их пребывания. К сожалению, материал пока не готов к эфиру. Мы вернемся к нему чуть позже, а пока к другим темам. Пик заболеваемости коронавирусом в Северной Осетии пройден. Но пока рано говорить о стабилизации ситуации. Больных много. Каждый день становится известно о новых случаях заражения. В каких условиях работают медики, как они борются с инфекцией и кто заболевший, узнаем из сюжета нашего корреспондента Агунды Губозовой. Ограничительные меры в Северной Осетии за распространение коронавирусной инфекции были сняты 21 июля. Пик заболеваемости пройден, однако каждый день появляются новые заболевшие коронавирусной инфекцией. В отделении реанимации РКБ продолжают спасать жизни пациентов с тяжелой формой течения болезни. Многие из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Врач-реаниматолог Кристина Кудухова, показывая палаты, где находятся пациенты с COVID-19, рассказала о том, в каких условиях им приходится работать в последние месяцы. Музыка-палата – это наша ординаторская душа. Учитывая массовое поступление к нам в стационарах больных, нам вынуждены будем уйти, все мебели сюда вынести, там в столы шкафы, запустили кислородчики и поставили койки, чтобы больных можно было и здесь дать. Более трех дней больных, которые летают на ИПЛ, мы потом ставим трехерстом, операцию делаем, чтобы сутка была там, через 10 дней. Борьба с коронавирусной инфекцией стала нелегким испытанием для врачей. Они ежедневно проявляют настоящий героизм. Из-за массового поступления больных пришлось привлечь многих волонтеров, медсестер, студентов и врачей из других больниц. Кроме того, в летний период очень сложно работать в защитных костюмах. Поступали очень тяжелые пациенты с сопутствующими патологиями. Сахарный диабет, сердечно-сосудистая недостаточность, онкологические заболевания. Очень много поступало и молодых. Там 27 лет, 23-летний у нас парень лежал, слава богу, еще в начале. Он его выжил, мы до сих пор с ним общаемся по телефону. В состоянии, когда он поступил, мы его сразу перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Прямо сразу, как он задыхался. Тем, кто до сих пор не осознает опасность новой вирусной инфекции, женщина заявляет, что COVID-19 существует. Это реальная коварная болезнь. При этом она даже предположить не может, где и от кого могла заразиться, отметила пациентка Леона Цхавребова, которая идет на поправку. Знаете, это, конечно, очень тяжело, перенести такую болезнь. Но благодаря сотрудникам, я не молодцы, не выкоросталась. Я им говорила огромное спасибо. Я попала в ужасном состоянии, в ужасном. Я 6 дней лечилась дома. После 6 дней я попала сюда. Если бы я не попала в заведнище, я, наверное, из ваших девочек, у меня бы уже не было. Как отметила заместитель главного врача РКБ, Царифа Гудиева, несмотря на стабилизацию ситуации, врачи находятся в полной готовности. Сейчас отделение, где борются с коронавирусом, в РКБ закрывается. Прием больных будет вестись в клинической больнице скорой медицинской помощи. Хоть сегодня можно уже говорить о том, что массовых заражений не регистрируется, и поток заболевших коронавирусом снизился в разы, врачи предупреждают о второй волне вспышки заболеваемости. Будет ли вторая волна заболеваемости, насколько серьезной она будет, зависит от каждого из нас. Медики призывают соблюдать элементарные правила личной гигиены и не пренебрегать рекомендациями Роспотребнадзора. Агунда Губозова, Зарима Арсоева, информационный выпуск сегодня. Владимир Хасиев, студент 6-го курса лечебного факультета СОГМА. Он работал в красной зоне в больнице Владикавказа с коронавирусными больными. Вызвался сам. Как признается медик, было нелегко. Больных много, условия работы тяжелые. Сейчас Владимир Хасиев находится на своей родине в Цхинвале. О мужестве и целеустремленности будущего врача в репортаже нашего корреспондента Марианы Чочевой. С ранних лет Владимир Хасиев мечтал стать врачом, как его мама Валентина Хасиева. Долгие годы учебы, бессонные ночи и, наконец, сразивший всю планету COVID-19. Как только Северная Осетия оказалась в эпицентре пандемии коронавируса, не раздумывая ни минуты, Владимир вышел на передовую, в зону повышенного риска. Особого выбора и особых как-то решений мы не принимали, потому как мы все должны были пойти работать в красную зону. Это была наша обязанность и наше дело. Лично я ни на секунду, ни на минуту не задумывался о том, идти мне или нет, потому что я хотел и я должен был туда пойти. Не спрашивая ни разрешения ни у кого, ни у друзей, ни у знакомых, ни у родителей, ни у кого. Это было сугубо мое решение. Вспышка коронавируса в малозащищенной Осетии вывела в красную зону всех, начиная от уполномоченных врачей-инфекционистов и заканчивая студентами-добровольцами, которых набралось более 800 человек. Теперь уже, когда самые тяжелые моменты остались позади, Владимир рассказал о своих суровых буднях в РКБ. Это было очень непривычно для меня, потому как я никогда не привык в таком тяжелом месте работать, потому как для меня это было непривычно. Первый раз я видел такое. Я обычно привык работать просто с аварийными пациентами, и для меня это было нормой. А сейчас это что-то в заграни моей фантастики было, наверное. Поработав там первые две недели, я не понимал до конца, что мне надо делать. Работая на пределе своих возможностей, живя в переоборудованных палатах, первые два месяца пролетели, как в тумане. Нужно было время, чтобы привыкнуть к такому бешеному ритму работы и жизни в целом. Единственной мечтой на тот момент у Владимира было выспаться. Никто не понимал, что происходит и что делать. Так будущий врач вспоминает свой первый день дежурства в красной зоне. Первый день. Вот он был настолько запоминающимся, что мы даже не знали, как нам одеться, потому что это было как-то вот что-то из рядовым выходящих. Потому что то, что нам рассказывали, то, что мы сами смотрели, то, что нам объясняли, это вообще не совпадало с тем, что было в реальности. Темп бешеный, темп работы, ты не понимаешь до конца, что тебе делать, к какому больному подойти, потому что там все больные были средней степени тяжести, всем что-то до них хватало. Каждый день ухаживая за инфицированными COVID-19, Владимир и сам заразился. Я заразился, скорее всего, на работе, в ходе работы, потому как нельзя 100% себя оберечь от этого. То есть вирус в любом варианте как-нибудь может проникнуть в организм, даже если ты защищен на 100%. Болезнь у меня протекала в очень легкой форме. Я практически даже не почувствовал, перенес на ногах, не было ни температуры, ничего. Единственное, что у меня было, как и при любом ОРВИ может быть, это потеря обоняния. Только вчера, за последние 6 месяцев, Владимир смог попасть домой и увидеться с семьей. После сдачи трех тестов и выявления у него антител к коронавирусу, молодой человек поспешил на родину, в Цхинвал. Марьяна Чочиев, Азиз Багаев, Зарем Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Солдаты срочной службы изучают свойства и характеристики вооружения и техники. Теоретические занятия проводятся в учебных классах, практически на войсковом полигоне Министерства обороны Южной Осетии, в местах хранения вооружения и техники. Репортаж пресс-службы Министерства обороны. С военнослужащими учебной роты Министерства обороны Республики Южная Осетия проводятся занятия по изучению тактико-технических характеристик различных образцов вооружения и военной техники. Занятия проводятся под руководством офицеров Министерства обороны. На данном этапе проводятся занятия по изучению характеристик боевой машины пехоты, минометов, систем залпового огня и другой военной техники. Субтитры сделал DimaTorzok В соответствии с расписанием занятий солдаты-срочники ранее изучили назначения, боевые свойства и тактико-технические характеристики стрелкового оружия. Теоретические занятия проводятся в учебных классах. Практически на войсковом полигоне Министерства обороны Республики Южная Осетия в местах хранения вооружения техники. В зависимости от вида оружия изучаются следующие параметры. Прицельная дальность стрельбы, темп стрельбы, боевая скорострельность, характеристики патронов и боеприпасов и многое другое. В целях закрепления знаний по материальной части оружия солдаты учебной роты в составе взводовый групп регулярно участвуют в соревнованиях по скоростной разборке, сборке различных образцов стрелкового оружия. Еженедельно с бойцами подразделения также проводятся занятия по строевой, физической, тактической, огневой, военно-медицинской, общественно-государственной подготовке и другим дисциплинам. Военнослужащие изучают историю и традиции вооруженных сил, общевоинские уставы. Инга Чухоева, Сергей Кочев, Руслан Утай, Фаланс Хавребов. Специально для ГТРК ИР. А сейчас возвращаемся к первой теме выпуска. В нашу республику прибыла очередная группа граждан из Северной Осетии. И они в обязательном порядке должны пройти двухнедельный карантин. И если одни поднимают, что ограничительные меры направлены на безопасность населения и родных, то нередки случаи, когда отдельные граждане настроены очень негативно. Нашей съемочной группе удалось попасть в красную зону, послушать людей на карантине и своими глазами увидеть условия их пребывания. Сегодня наша съемочная группа работала в красной зоне. Перед входом были соблюдены максимальные меры безопасности. Нам были предоставлены защитные костюмы и индивидуальные средства защиты. После чего мы направились в красную зону, чтобы посмотреть условия пребывания граждан. Вчера в республику прибыла очередная группа граждан. 40 человек были размещены на двухнедельный карантин. Часть из них направили в здание бывшего родильного дома, часть – в инфекционную больницу. В обществе муссируется информация, якобы семью Валевых, которая прибыла с другими гражданами, отпустили домой без обязательного пребывания на карантине. Однако, как оказалось, они вместе со всеми находятся в инфекционной больнице. Надо отметить и то, что в медучреждениях одинаковые условия пребывания. «Приехали мы в 19.00 вечером вчера. После этого нас распределяли, сначала планировали распределить роддом, что мы там поселились. После этого мы сообщили, что у ребенка кашель, и он сопит. Нам посоветовали отправить в инфекционную отделение. В итоге нас оставили в машине, и потом в конце отправили в инфекционную отделение сюда. Вот, разместили нас в этой палате. Что там пишут, что нас там забрали домой или еще что-то там, полный бред. С 7 часов вечера мы находимся здесь. Для больницы это нормально, что я сам врач, так что я прекрасно все это понимаю. Но такие условия, такие, они очень даже хорошие. Для нас этого вполне хватает. Тем более, есть трехразовое питание». Сопровождают прибывших из Российской Федерации граждан сотрудники МВД. Там подтвердили, что ни одного человека не отпустили домой. «Вчера был очередной заезд по спискам МИД Республики Южной Осетии на карантин. Привезли 40 человек на трех автобусах и пяти легковых машинам. Все они были доставлены сотрудникам его вон на территорию МВДЦ для дальнейшего распределения по местам. Функции сотрудникам милиции относятся к безопасности граждан, чтобы они не контактировали снова к предыдущему. Во избежание зарождается коронавирусом. Сотрудники милиции никого не распределяют ни по ковидным местам. Это распределение происходит чисто в Министерстве иностранных дел и сотрудниками больницы». «Нами было организовано сопровождение граждан, прибывающих в карантинной зоне. Никто из прибывающих граждан на территории Республики Южной Осетии, прибывающих в карантинный срок, на самоизоляцию не было отпущено. Все были». «Если основная часть наших сограждан спокойно переносит все ограничения, то этого нельзя сказать о тех, кто ежедневно распространяет информацию о якобы ужасающих условиях содержания на карантине. «Одна из женщин себя была очень агрессивна. Она не хотела находиться в карантине. Она хотела пойти домой». «По ее информации, ее ребенок стало плохо». «Когда она спустила с автобуса, она поставила ребенку на землю. Ребенок спокойно начал себе там играть, подходил к автобусу. Не видно было, что ребенку было плохо». Ситуацию касательно ребенка, которому якобы стало плохо после приезда, в Южную Осетию прокомментировала заведующая детским поликлиническим отделением Лариса Ханикаева. «Меня сегодня вызвали, попросили посмотреть ребенка в родильном доме, в старом родильном доме в зоне карантина. Ко мне обратились с просьбой, что либо я сама, либо кто-то из педиатров пойдет и осмотрит ребенка, мама которого предъявляет какие-то жалобы по его здоровью. Естественно, я пошла сама, не стала отправлять кого-то разобраться в этой ситуации. Зайдя в родильный дом, встретилась я с мамой ребенка, которая, в свою очередь, мне сказала, что ребенок на данный момент спит. Она с трудом уложила его спать, и я сама предложила, что, может быть, не стоит его сейчас будить. Оставила свой номер телефона мамочке, которая мне должна отзвониться до половины шестого, чтобы я осмотрела ребенка. А в свою очередь я собрала анамнезу мамы, то есть уточнила, чем страдает ребенок. Со слов матери, ребенок вчера по приезду в автобусе потерял сознание. Ну, конечно, я поспрашивала, как это, что было. Впервые, со слов матери, было такое состояние у ребенка. Не видя ребенка, опять-таки, я могу сказать, что это был обморок. Но, конечно, я должна его еще раз посмотреть, чтобы прийти к какому-то заключению. Что касается различных информационных вбросов в социальные сети, для создания резонанса в информационном пространстве, городская прокуратура сделала заявление, отметив, что проводится проверка в отношении лиц, распространивших под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации. Прокуратурой города Цхинвал проводится проверка в отношении лиц, распространивших под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан в условиях карантина. Работать в красной зоне – задача не из простых. Так, каково же приходится врачам, заступающих на дежурство в красную зону на несколько суток. А тем временем многие наши сограждане так и не поняли всю серьезность сложившейся ситуации в мире. И не осознают в полной мере, что подобные ограничительные меры направлены на то, чтобы уберечь пожилых людей, больных, детей, наших с вами родных от опасного вируса. Алена Уттаева, Арнольд Харейбов, Зариня Таттаева, информационный выпуск сегодня. В этом году в нашей республике отмечают столетие геноцида осетинского народа, учиненного Грузией. В те страшные дни тысячи мирных жителей погибли, сотни были замучены и зверски убиты. Тысячи пытались спастись бегством. Те, кому повезло, добрались до Северной Осетии. И сегодня нам нельзя забывать то, что пришлось пережить осетинскому народу. Страница истории пролистала наш корреспондент Эльвира Тибилова. Истреблению по национальному признаку подвергся весь народ Южной Осетии. В результате карательной операции Грузинской Демократической Республики Национальная гвардия под командованием Валико Джугели истребила несколько тысяч осетин. Зверским пыткам и издевательствам подверглись сотни мирных жителей. Более двух десятков тысяч людей погибли от холода и болезней, спасаясь от преследования по горным тропам и в лесах. Были сожжены сотни деревень. Более 40 тысяч жителей Южной Осетии стали беженцами. ДОМАТС billбы О тех событиях кандидат филологических наук доцент Зарбекдзабите знает по рассказам родителей и родственников, которые были очевидцами и участниками тех событий. Ущелье Чесет в то непростое время было дважды сожжено во время карательных операций Грузинской национальной гвардии. Жители ущелья, как и тысячи граждан, вынуждены были оставить свои земли, имущества и спасаться в спешке. Музыка 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 Зам. начальника управления внутренней политики администрации президента Деймури Тибилов отметил, помощь в виде муки они направят в оставшиеся районы республики. Там социальную помощь также получат жители приграничных сел. Анжела Кокоева, Айда Кочева, Верадс Хавребова. Информационный выпуск сегодня. В августе в Южной Осетии вспоминают события 12-летней давности. Пятидневная война унесла сотни жизней. Многие до сих пор считаются пропавшими без вести. И несмотря на то, что уже прошло больше 10 лет после трагических событий, время не в силах унять ту боль, которую причинил август 2008 года. Наш корреспондент Оксана Джоева продолжит тему. Грузинские силовики В силу профессиональной деятельности для меня лично каждый день был наполнен событиями самого разного характера. Но прежде всего, конечно, теми драматическими, о которых я сказала. И мы за ситуацией следили. Ситуация была напряженная. Абсолютно очевидно было уже с конца июля, да может быть даже и раньше, что Грузия готовится к какой-то военной операции. Это было абсолютно очевидно. И аналитики это говорили. Все здравомыслящие люди это, в общем-то, знали. Задолго до обострения ситуации грузинское руководство активизировало работу по подготовке своих войск к военному противостоянию. Западные военные инструкторы проводили учения на территории Грузии. Телевидение и радио этой страны активно пропагандировали необходимость наведения, по их мнению, конституционного порядка в Южной Осетии. Этим самым подготавливая свое население к началу боевых действий. Пятое число прошло в очень большом напряжении. Я не буду касаться каких-то внутренних бытовых моментов. Здесь, конечно, их тоже много было. От перекрытия воды и так далее. Но в любом случае, пятое число, это день, который приближал уже непосредственно начало этой грузинской агрессии августовской. И он такой, уже такой наливался свинцом. Очень тяжелый день. В 2008 году Гоглоева возглавляла Комитет информации и печати Южной Осетии. Она вспоминает, как в условиях вооруженного противостояния и постоянных обстрелов наши журналисты доводили до мировой общественности объективную информацию о событиях, которые происходили в нашей республике, и прорывали информационную блокаду. Коглоева описала все происходящее в своем дневнике, который ведет долгие годы. Уже 8 числа Грузия начала широкомасштабные боевые действия на территории нашей страны. Оксана Джоева, Олимбе Теев, ГТРК ИР, информационный выпуск сегодня. Далее в нашей программе прогноз погоды на завтра. Это все, о чем мы успели вам рассказать. С вами была Ольга Схавребова. Я благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok